Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня мы перед сном будем с вами читать новую интересную сказочную историю, которая называется «Как утенок-крячек свою тень потерял». Однажды теплым сиреневым утром ковылял по дороге утенок-крячек. Ковылял и зевал. Не потому что зевал, что не выспался, а просто зевал от скуки. «Плохо быть одному!» – размышлял крячек. «Вот если бы у меня был друг!» Утенок посмотрел по сторонам и вдруг заметил сбоку какое-то темное пятно, которое двигалось за ним по пятам. Крячек двинулся дальше, и пятно поплыло рядышком, будто бы на веревочке. «Так это моя тень!» – обрадовался утенок. «Теперь я не один!» – «Теперь нас двое!» – «Теперь я скучать не буду!» И так ему понравилось гулять вместе со своей тенью, что он решил, даже больше ни с кем дружить не буду. Правда, с тенью разговаривать нельзя, но это может даже и к лучшему. Говори, что хочешь, никто тебе возражать не станет. Утенок от радости даже сочинил песенку. Сочинил и запел. «Ах, какой чудесный день! Ходим вместе, я и тень! Если с тенью мы дружны, то зачем друзья нужны?» Идет крячек, напевает во все усинное горло свою любимую песенку, а навстречу ему козленок скачет. Поздоровался козленок и спрашивает утенка. «А тебе не буду мешать?» «Меня мермеладиком зовут!» «Я очень всякие сладости даже люблю!» «Ну и что?» «Ну и люби себе на здоровье!» – отмахнулся крылышком крячек. «Но ведь ты один и я один! Давай додружить!» – настаивал козленок. «Это ты один!» – ответил крячек. «А я с тенью гуляю, так что проходи своей дорогой, мармеладик!» Ничего не сказал козленок, а обиделся и пошел прочь. Встретился утенку-цыпленок Фью и предложил – будь моим другом. «А зачем?» – спросил крячек. «Разве можно жить без друга?» – удивился цыпленок. «Но у меня же есть тень, а ты мне совсем не нужен!» – важно заявил утенок. Цыпленок Фью даже присвистнул от возмущения, запрыгал и дальше побежал без оглядки. Тут солнышко не выдержало. Ему так неловко стало за утенка, что оно от стыда спряталось за большую мохнатую тучу. Ищет крячек свою тень, а ее нигде нет. «Кря-кря-кря-кря-укряли!» – закричал он. «Мою тенью кря-кря-кря-кряли!» От страха утенок побежал, куда глаза глядят, и не заметил, как свалился в глубокий овраг. Карабкается, подпрыгивает крячек, а выбраться никак не может. «Спасите, помогите, погибаю!» – перепугался утенок. Услыхали козленок с цыпленком и поспешили на помощь. «Надо выручать без промедления!» – взмахнул козленок лапкой. «А ты сможешь?» – пискнул цыпленок Фью. «Один, конечно, не смогу!» – сказал козленок. «Но если вместе, мы обязательно его выручим!» «Я согласен!» – кивнул клювом Фью. «Займемся физкультурой!» «Держись, утенок! С нами, между прочим, не пропадешь!» И стал успокаивать крячека неунывающий мармеладик. Козленок с цыпленком изловчились и вытащили утенка из оврага. А он глаза опустил и жалобно говорит. «Некрасиво получилось! Я вас прогнал, а вы мне помогли!» «Может, кто-нибудь из вас еще не передумал быть моим другом и дружить со мной?» «Я не передумал!» – сказал мармеладик. «Я тоже не передумал!» – поддержал козленка цыпленок. «Ну как же ты поступишь со своей тенью?» «Ее укряли!» – печально проговорил крячек. Из-за тучи снова выглянуло солнышко. И знакомое темное пятно опять оказалось рядышком с утенком. «Нашлась! Нашлась!» – закричал Фью и мармеладик. «Твоя тень нашлась!» Крячек немного подумал и сказал. «Ну и пусть! Но дружить я буду с вами!» И все трое пошли по дороге рядышком, как положено настоящим, верным, преданным друзьям. Ну что, мои маленькие друзья, а сейчас садитесь поудобнее. Время смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго! До свидания! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!